Доброго дня, уважаемые граждане Республики Астан. Меня постоянно спрашивают, стоит ли поднимать доход для расчета солидарной пенсии. Давайте вот я, например, вам покажу, насколько доход влияет на размер пенсии, солидарной в данном случае, именно солидарной пенсии. Давайте посмотрим, сколько человек может стаж. Примерно, я смотрю, у человека примерно 15 лет. Давайте я возьму 1 января 1983 года по 1 января 1998 года. Вот 15 лет. Что значит 15 лет? 15 лет, если мы выносим таблицу, это полных 180 месяцев. Как мы высчитали 180 месяцев? 15 лет умножаем на 12, получается, видите, 180. То есть 180 месяцев. Для женщины это 45%. Это 45% от дохода. Почему здесь стоит уже 53 тысячи 76 тенге? Потому что меньше, чем минимальная пенсия установлена на год выхода на пенсию, доход не принимается. И вот у нас здесь стоит прогноз, что минимальная пенсия будет 53 тысячи 76. Поэтому вот доход уже стоит. Давайте посмотрим, а если женщина платила, как многие делают, по минимуму. Вот, например, в 2020 году, 36 месяцев, если мы выберем, 36 месяцев, видите, вот первый месяц, второй месяц, это если с июля 2020 года возьмем, то 36 месяцев будет, это по июнь 2023 года. Ведь женщина у нас выходит в 2023 году с июля месяца, да, вот у нас возраст женщины, рожденные с июля 62 года, выходит в июле 2023 года, 61 год. У нас с этого года повышается пенсионный возраст еще на полгода. Соответственно, если женщина в течение этих 36 месяцев, последних месяцев, да, перед пенсией ее, платила 10% от минимальной заработной платы. В 2020 году у нас 10% от минимальной зарплаты было 42,250. В 2022 году у нас было 6 тысяч тенге, помните, зарплату подняли. А в 2023 году у нас минимальная зарплата будет 70, значит, пенсионное числение меньше, чем 7 тысяч платить нельзя. Вот если даже она платила 10% от минимальной зарплаты, всего она за 36 месяцев поплатила 190,500 тенге, это значит доход 1,905,000 тенге, 10% от этой суммы, да, делим на 36, получается доход фактически 52,916 тенге. А минимальная пенсия 53,000 тенге. Поэтому, если вы платите 10% от минимальной заработной платы, то у вас доход меньше, чем размер минимальной пенсии на год выхода на пенсию. Что мы предлагаем? Так как у нас остается только 6 месяцев в 2023 году, а нам не хватает, при том, что человек, предположим, платит 10% от минимальной зарплаты, то человеку не хватает еще 4,926,000 тенге, как мы высчитали. Человек показал доход, как я вам говорил, 1,905,000 тенге, если платит 10% от минимальной зарплаты. А нужен доход в 2023 году 55 МРП, 189,750, умножаем на 36 месяцев, 6,831,000 тенге. То есть, не хватает, если вот эти суммы вычесть друг от друга, то получается, не хватает 4,926,000 тенге. Если человек будет платить последние 6 месяцев в 2023 году, вот я сапливаю 6 месяцев, у нас примерно уже расчет. Нам не хватает 82,100 тенге. Ну, давайте сделаем с запасом. Январь 2023 года и так далее. Будет по 82,200 оплачивать человек. Если мы это покажем, что он 6 месяцев будет оплачивать, значит, ему надо будет оплатить 493,200 тенге за полгода. В этом случае внесенные вновь 493,200, плюс то, что он внесет по 10% от минимальной зарплаты 190,500, да. Но эти деньги можно внести через собственное ИП, да. Соответственно, он перечислилит в сумме пенсионных взносов 683,700. Значит, это доход 10%, 6,837,000. Делю на 36% получается среднемесячный доход 189,916. Но примут максимум только 189,750. Отлично. Теперь, смотрите, или доход 93,076 или 189,000. Тогда какая пенсия от этого дохода становится? Давайте переходим в первую таблицу. И вот у нас доход или 53,000 или 189,000. Стаж один и тот же, 45%, 45%. А вот пенсия уже или будет 23,000 или будет 85,000. Видите, разница в 61,000 тенге. Разница практически в 4 раза. Вот так вот влияет доход для начисления пенсии. Имейте в виду. Это вот грубый подсчет. Что я вам предлагаю? У меня есть таблица, которая помогает вам уже спрогнозировать расчет. Вы можете здесь внести свои фактические данные. Можете дополнительный доход, который вы хотите внести. И есть таблица по месяцам, где вы можете увидеть минимальную и максимальную пенсию для женщины. У мужчин тоже минимально-максимально. Так вот, эта вот разница между минимумом и максимумом, она как раз-таки и показывает, сколько разница между отсутствием доходом и максимальным доходом. Такая таблица стоит 1000 тенге. Если вы переведете эти деньги на мой номер телефона, я вам вышлю таблицу, чтобы вы могли понять. Стоит вам, в зависимости от вашего стажа, показывать хороший доход или нет? Если у вас 250 месяцев, предположим, да? Или, например, давайте круглую цифру возьмем. 200 месяцев, да? Вот 200 месяцев возьмем. Что такое 200 месяцев? Давайте посмотрим. 200 месяцев. 200 месяцев делим на 12. Это получается 16 лет. Если 200 месяцев возьмем, то у женщины минимальная пенсия будет 44 тысячи, максимум 94 тысячи. Вот что значит показать хороший доход. У мужчины или 35 тысяч, или 75 тысяч. Поэтому мы, когда консультируем людей, мы подсказываем, сколько нужно платить, и показываем, в каких месяцах. Если человеку сложно такое показать, или он не может в налоговой декларации заверить такой доход, тогда мы предлагаем изменить вторую полугодие, например, 22 года. Потому что изменение налоговой декларации допускается в последние 3 года. Давайте посмотрим, как это можно, как это будет выглядеть. Не по 82 тысячи платить, а, например, ставим не 6 месяцев будем поплачивать, а 12. Значит, по 41.50. Ну, давайте поставим здесь по 41.100. Видите, не так сильно бросаются в глаза эти цифры в этом случае. И доход мы все равно достигаем тот же самый. И это очень важно. Да, если вы меняете налоговую декларацию за предыдущий период, вы за эти платежи должны платить еще пенни, за несовременную оплату налогов и платежей. Да, но я уверяюсь, это будет сумма незначительная. Поэтому смотрите, видите, как сильно влияет доход, именно доход на расчет солидарной пенсии. При этом, кто обращал внимание, наша таблица, вот здесь крайняя правая колонка, она показывает отклонение. Где есть отклонение, соответственно, в этом есть места, где нужно работать. Видите, здесь отклонение 136 тысячи, это принятый доход. Вот, видите, какая большая разница. Соответственно, она также отражается на самой пенсии. И это очень значительные суммы. Поэтому я вас очень прошу, на пенсии мы собираемся жить долго. А значит, доход необходимо показать, чтобы эти деньги, вот эта разница всегда была у нас. Потому что государство пропорционально уплаченным налогом с доказанными вами дохода готово платить пенсию. А у меня на сегодня все. Доброго дня!